Президент Республики Беларусь 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 по судебному администрированию и материально-техническому обеспечению закрепила их самостоятельность. Государство уделяет серьезное внимание судебной системе, заинтересовано в ее постоянном развитии, отмечает все достижения успехи судейского корпуса. Награждение ряда судей высокими государственными наградами является не только особым признаком и уважением личных заслуг, это оценка деятельности вашего профессионального сообщества. Тем более события последних лет стали еще одним серьезным испытанием на стойкость и прочность всей судебной системы. Белорусские суды впервые в современной истории столкнулись с беспрецедентным информационным и психологическим давлением. И это давление никуда не ушло, оно продолжается до сих пор. Главной целью всего этого было дестабилизировать работу судов, внести дисбаланс в сплоченность судейского корпуса. Присутствующие здесь достойно выдержали эти испытания, остались верными закону и своей профессии. И я от всей души хочу поблагодарить всех вас в вашем лице судей Беларуси за тот патриотизм, стойкость и выдержку, которую вы проявили. Сегодня заслуженные награды получат одни из лучших судей Верховного Суда. Те, кто способствовал укреплению судебной системы нашей страны, благодаря которым белорусское правосудие продолжает и сегодня динамично развиваться. Деляясь опытом сегодня с руководством судов, которые к нам приехали, я им сказал, что мы ничего не ломали. Это наши принципы основные. Мы все совершенствовали. Мы помним, что мы стоим на плечах гигантов. И то наследство, которое нам досталось от советского правосудия, то, что мы, изобретая, получали первые годы нашего суверенитета независимости, мы спокойно-спокойно совершенствовали, реформируя нашу судебную систему. Это не моя заслуга. Это заслуга, прежде всего, ваша. Вы всегда инициировали перед президентом те или иные новации, нововведения, а я никогда вам не отказывал. И таким образом мы прошли три этапа реформирования нашей системы. Мы сначала отрабатывали те или иные элементы реформирования через указы и законы. А когда мы стали взрослыми и поняли, что те новации, которые мы применяли и опробировали через указы и законы, мы пошли на радикальное реформирование даже не судебной системы, а системы власти в Республике Беларусь, выведя вас на самый высокий уровень. Сегодня уже президент не имеет тех полномочий, которые имели до изменения в Конституции. Вы будете избираться представителями народа на Всебелорусском народном собрании. И это очень серьезный шаг. Переживаю я в связи с этим. Да, несколько волнительно, потому что судебный ветвь власти есть судебный. Но я уверен, что мы справимся. Мы уже не те, что были 20-25 лет назад. Мы справимся. При всей нашей диктатуре с вами из 52-53 тысяч сидельцев на начало моего президентства сегодня 24. Вот и вся диктатура. Это в два раза сокращение за тот период, который мы с вами прошли. Это говорит о том, что без излишней гуманизации, как-то принято у вас говорить, мы сделали гуманную страну и гуманным наше правосудие. Я абсолютно убежден, что и впредь вы будете защищать свою страну и свою родину. От всей души я желаю вам здоровья, мира, благополучия, дальнейших успехов в вашей профессиональной деятельности. С праздником вас, дорогие друзья, счастья и успехов. И огромное еще раз вам спасибо за ваш труд. Субтитры создавал DimaTorzok Уважаемый Александр Григорьевич, уважаемые коллеги. Для меня очень почетно получить такое звание, которое я считаю высшей наградой в своей профессии. Я очень благодарна за то, что мой труд, профессиональная деятельность, служение правосудию так высоко оценены государством. Я считаю, что для человека очень важно избрать свой жизненный путь и профессию. И я счастлива, что я в своем выборе не ошиблась. Я люблю дело, которому я служу. И благодарна очень, что на моем жизненном пути встречались замечательные люди, юристы, судьи, которые учили меня служить закону своей стране и людям. Учили меня понимать дух и букву закона. Учили искать истину и чувствовать справедливость. А главное, они учили меня любить свое дело, любить страну и любить людей. И это не просто высокие слова. Потому что без этого чувства я считаю, что нет настоящего судьи. Потому что наша обаяковость, как говорят белорусы, ошибки, наш непрофессионализм очень дорого обходится людям и нашему обществу в целом. Говорят, что Верховный суд – это группа юристов, которые исправляют ошибки других судов и увековечивают свои собственные. Я хочу сказать вам, Александр Григорьевич, что мы постараемся, вся команда Верховного суда, не допускать таких ошибок. А главное, как и прежде, служить людям и своей стране. Благодарю вас от себя лично и от своих коллег за такую высокую оценку нашего труда. Спасибо. Крылатые слова были сказаны. Не дай Бог нам увековечить свои ошибки. И еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, то, что делаете для страны. В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время, и оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что мы поступили правильно. Помните, вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну. Вы знаете, вот в моей памяти не осталось ни одного случая, где бы судебная система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули, у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине. Поэтому помните это. Знаете, что вы сделали великое дело. Если уже после этого ничего не сделаете, у вас еще большой путь впереди. Но если бы даже ничего вы не сделали, вы уже для страны сделали очень много. Огромное вам спасибо за все это. Нам не стыдно будет смотреть людям в глаза и своим детям. Благодарю вас. Все судьи нашей страны очень ценят и благодарны вам за то постоянное внимание, которое вы уделяете нашей судебной системе. Ваше отношение, оно по-государственному строгое и взыскательное, но оно и внимательное, чуткое и, может быть, по-отечески заботливое. Скажу откровенно, что многие коллеги, которые сегодня, зарубежные коллеги посещали Верховный суд, знакомились с работой сюда, по-хорошему завидуют нам, завидуют нашему дворцу правосудия, который сегодня считается одним из лучших в Европе. Они завидуют тому вниманию, отношению, которое вы, как глава государства, уделяете нам. И действительно, в самые сложные, трудные, переломные моменты становления белорусского правосудия, судьи обращались к вам. Они обращались к вам и всегда получали добрый совет, получали поддержку, понимание, а если нужно, и защиту. И каждый новый этап судебного строительства сегодня, он концептуально обсуждается вами с участием судейского сообщества, мнение которому вы всегда прислушиваете. Поэтому в нашей стране и создана такая современная, очень устойчивая, понятная судебная система, которая способна выдержать сегодня все современные вызовы, угрозы, которые обеспечивают судебную защиту прав наших граждан и которые обеспечивают достойный уровень общественного правопорядка. Позвольте заверить вас, уважаемый Александр Егорович, что весь судейский корпус страны правильно понимает стоящие перед ним задачи. Он правильно понимает уровень своей ответственности и сделает все для того, чтобы в дальнейшем обеспечить уровень правопорядка, законности в нашей стране. Уважаемый Александр Егорович, накануне нашего векового юбилея, позвольте вам преподнести подарок, эксклюзивный вариант специального издания, посвященную историю нашего правосудия. Пусть он напоминает вам о нашей истории о судебной затемнице. Спасибо вам еще огромное за все, что вы делаете для нас. Спасибо.